Вот приехали Латвии, Чехии. Ну, это как чемпионат мира. В этом году география мероприятия расширилась, участвуют даже команды стран, прибывшие из других материков. Отметим, что в данном турнире участвуют 10 команд, 3 из которых представляют нашу страну. Также участники из других стран были благодарны за хорошую организацию данного турнира. Как говорит хоккеист команды Алгабишкек Азерет Амангильдыев, после просмотра нескольких фильмов про данный вид спорта, он заинтересовался им. Азерет признается, что родители поддержали его в выборе спортивного увлечения. Отец даже отвел его в секцию, где он занимается хоккеем вот уже два года. Стоит отметить, 9-летний Азерет за небольшой период спортивной карьеры принял участие во многих первенствах, в том числе и международных. Ну, вообще, там все складывается, и скорость, и борьба силовая. Мне это очень нравится. Отметим, после громких побед спортсменов из Кыргызстана в Чикаго и Санкт-Петербурге, кыргызский хоккей буквально начал расти. Несмотря на проигрыш родоначальникам хоккея канадцам, наши спортсмены сумели навязать им борьбу. На сегодняшний день подопечный Рената Мустафаева готовится к встрече с чехами за выход в полуфинал. Играем мы ровно, одержали все победы. Сегодня готовимся на хорошего соперника с Чехией. Ребята в боевом состоянии, восстановились, поспали, сегодня хорошо отдохнули. Сегодня у нас одна игра, мы выложим все силы и сделаем все для победы. Призеры турнира будут награждены дипломами и медалями. Как рассказали организаторы, вместо утяжительных наград абсолютно все участники получат памятные подарки. Отметьте, мероприятие продлится с 23 по 29 марта в городском катке и вход на мероприятие свободный. Кыргызстан. В этом году география у нас очень расширилась. Америка. Они из-за океана приехали. Они летели сюда 17 часов. Впервые также в нашей стране участвует команда из Санкт-Петербурга, Россия. Скастрельна. Это ведущий клуб Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Выступает команда Рига. Она в Кубке Федерации занимает в Латвии первое место. То есть это не просто клубы приехали, какие-то там, лишь бы приехали. Это действительно сильные топовые клубы. Уровень турнира очень высокий. Мэра проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди детей, развития и популяризации хоккея с шайбы у нас в стране, а также для расширения и укрепления дружеских отношений между странами. Стоит отметить, также для маленьких хоккеистов это шанс пробиться в основную обойму сборной Кыргызстана по хоккею.